Что общего между Филиппом Киркоровым и Би-2? Оба не поняли, как изменилась страна, в которой они сделали основную музыкальную карьеру. А вот когда российская власть относится с гораздо большим интересом, чем можно было бы себе представить, там, не знаю, пару лет назад, к российским гражданам, уехавшим из Российской Федерации, когда в Таиланде происходит то, что происходит с группой Би-2, например, и ты понимаешь, что сужается пространство безопасности в мире для активных оппонентов российской власти, то какие вы для себя делаете выводы? Что вообще происходит? То есть правильно ли я понимаю, что российская власть дотягивается до российских граждан далеко за пределами страны? Это в условиях, казалось бы, изоляции. Знаете, меня хотели экстрадировать с 2009 по 2011 год. Это уже давно было. А Березовского с 2001 по 2006 или 2007 год. И весь Юкос хотели отсюда экстрадировать. И кого только не хотели. Это давно происходит. Только это давно с бизнесом. И артистов это как бы не касалось. Вот вопрос, что общего между Филиппом Киркоровым и Би-2? Оба не поняли, как изменилась страна, в которой они сделали основную музыкальную карьеру. Один пришел голый, полуголый на голую вечеринку. Кстати, достаточно прикольно одет, будем предельно честны. А этого уже нельзя делать. А другие путешествуют в те страны, в которые я, например, не путешествую, не приезжаю и больше никогда не приеду, пока Путин жив. И которые любой юрист, который занимается защитой в Англии, скажет, что из Камбоджи же отправили к Полонского. И вообще в той территории делать нечего с русским паспортом. Ребята из Би-2 просто не поняли, что и как изменилось на самом деле в стране. Все сильно, резко ухудшилось. Идет в сторону просто натурального фашистского режима. И, надеюсь, что для людей начнет медленно доходить, как деградировало государство российское. И что дальше, все, куда ты приезжаешь по русским паспортам, и там, где очень плотно сидят ФСБ, будет небезопасно. Ну, то есть пространство сужается. Но это не значит, вроде как, что опускается железный занавес, похожий на тот, что был в советские времена. Или вообще чего вы ждете? Какие у вас прогнозы? Занавес опустили вдвоем, надо сказать, вместе со сторонами Запада. И сейчас занавес де-факто наполовину опущен со стороны. Это, скажем, не занавес, а такой железный забор. Причем над забором пространство есть. Можно перепрыгнуть, если очень хочется, сюда. Но, во всяком случае, деньги они за забор закидывают. За нефть и газ, и за все. И эти деньги за забор они закидывают, а из-за забора не пускают назад. То есть они сделали все, что полностью противоречит духу санкций. То есть у них задача санкций была ослабить режим. Они выгнали всех классных, умелых айтишников и прочих. Не пустили или выгнали из Европы. И продолжают этот режим финансировать из-за всех сил. Не выпуская деньги назад. Если бы они дали возможность открыть счет, вот ты постарайся из Москвы позвонить в банк, скажите, вот я всю жизнь торговал в России, не знаю, пипетками. Вот сейчас хочу открыть счет, вывести деньги. Попробуй это сделать в любом европейском банке. У меня складывается такое впечатление... Ты не пройдешь тот же самый комплайн, с тобой даже разговаривать не буду. Что вы страшно разочарованы. Разочарованы и в оппозиционерах, выехавших. И в европейских властях западных. Так я в этом живу. И вообще во всем. Неужели нет надежды на какие-то перемены? Извините за такой наивно. Основной кандидат безнадежды. Я написал тебе. Почему? Я верю в свои силы и в то, чем мы занимаемся. Вот сегодня понедельник, вот наши заказы, вот наши покупатели. Вот я вот в это верю и этим занимаюсь. Что ж, большое вам спасибо, Евгений. Я очень надеюсь в ближайшее время вернуться к размышлениям. Вдруг у нас будут хорошие информационные поводы. Этого тоже нельзя исключать. Евгений Чичваркин на телеканале «Дождь». Благодарю вас. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Додолев. Каждый раз, когда я цитирую кого-нибудь из этих иностранных агентов или сочувствующих, релакантов, находятся особо одаренные подписчики, которые задают вопрос нериторический. Зачем? Зачем вы нам их показываете? Зачем вы напоминаете про них? И я всякий раз терпеливо объясняю. Зачем? Дело в том, что когда они вернутся, не если, а когда они вернутся, я хочу, чтобы кто-нибудь помнил, что они говорили в 2023, 2022 и 2024 годах. Они вернутся, потому что, во-первых, их уговаривают вернуться. Многие люди из власти, и это не обязательно за украинцы, просто некоторые, представители элиты, считают, что это необходимо, что это полезно, и на это стоит потратить усилия и деньги. И ведь вернутся они, многие, с триумфом, а многие вернутся, допустим, как Алексей Серебряков, там, с ништяками, условно говоря, у него в пять раз сейчас больше ролей, чем он был раньше. В пять раз, потому что десять – это в пять раз больше, чем два. Раньше он был. Две роли играл год до своего высказывания, что Россия – страна, где национальная неделя – это хамство, и сила, там, еще что-то. Уже говорил, это, ну, повторение мать учения, я вот буду повторять. Я понимаю, что от этого толку мало, повторение. Вот, допустим, ну, наверное, раз десять минимум выкладывал видео, где Сергей Лазарев говорит, что для него Крым был и остается украинским. Или, напоминаю, что он писал и говорил, когда началась специальная военная операция. Ну, что толк? Вот он вместе там с Шамановым, с Газмановым поет песню «Встанем», как ни в чем не бывало. Вот, то есть, ну, про него достаточно точно Захар Прилепин, в интервью Ксении Собчак, сказал вот про эти переобувания. Но, тем не менее, тем не менее, вода, камень точит, как у нас у русских говорят. Поэтому я в очередной раз, да, оставляю здесь высказывания, вот эти самые, которые вы сейчас услышали. Буду оставлять впредь. Это мой профессиональный журналистский долг. Возможно, что это так называемые пустые хлопоты. Была у меня такая повесть неопубликованная. Пустые хлопоты. Возможно. Но, повторю, этот долг я его исполняю как могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok